Запад согласился снять санкции с Тегерана. Эмбарго ООН на поставки оружия отменят через 5 лет, запрет на поставки ракеты и технологий через 8. При условии, что МАГАТЭ будет уверена в мирном характере ядерной программы. Глава МИДа России Сергей Лавров отметил, что договоренность была достигнута на основе концепции, разработанных нашими специалистами. И в будущем Москва намерена помогать Ирану в развитии атомной энергетики. Виталий Чищухин передает из Вены. Таких совместных фотографий у шестерки с Ираном скопилось уже не на один альбом, но этот кадр, есть надежда, станет последним. А значит, можно себе позволить и улыбнуться перед десятками камер. Кто из вас самый счастливый? Возможно, вы журналисты? Ядерная проблема Тегерана вымотала без исключения всех. Это был 10-летний дипломатический марафон с 18-дневным финишем. Ценой многочисленных уступок и компромиссов стороны заключают сделку, которая по праву может называться исторической. Иран отказывается от любых попыток создания ядерного оружия. Сегодня мы творим историю, устанавливаем доверительные отношения друг с другом, гарантируем последующим поколениям безопасность. Сегодня исторический и судьбоносный день для иранского народа. Американский президент в своем сегодняшнем спецзаявлении назвал договоренности новым направлением в отношениях Ирана и США. Соглашение по иранской ядерной программе отвечает национальным интересам США. Любая возможность получить ядерное оружие будет отрезана для Тегерана. И я наложу вето на любой законопроект Конгресса, который будет препятствовать вступлению в силу этого соглашения. Окончательный проект соглашения между Тегераном и шестеркой посредников исключает возможность реализации секретной военной программы, но при этом дает право на развитие мирного атома, что открывает новый этап в российско-иранском сотрудничестве. Россия будет активно участвовать в практической деятельности по реализации договоренностей. Это касается таких двух прямо упомянутых в документах вопросов, как вывоз из Ирана низкообогащенного урана в Российскую Федерацию в обмен на поставки туда природного урана. И это касается перепрофилирования теперь уже бывшего обогатительного объекта Форда в предприятии по производству стабильных изотопов для медицинских и промышленных целей. Восстановлением торгово-экономических отношений Иран сможет наконец заниматься и с другими странами, ведь подписанное соглашение предполагает главное для Тегерана – отмену односторонних санкций, под давлением которых ядерные переговоры шли все эти годы. Отмена западных ограничений в отношении Ирана, которые Москва всегда называла нелегитимными, произойдет не раньше следующего года и, конечно же, благоприятно отразится на экономике страны. Приток капитала может составить миллиард долларов. Не стоит забывать и о возвращении Тегерана на нефтяной рынок, что, безусловно, отразится и уже отражается на ценах в сторону их очередного падения. Впрочем, Иран по-прежнему будет на крючке. Все в случае нарушения обязательств по соглашению санкции могут быть возобновлены через голосование в совбезе ООН. Еще одно эмбарго – оружейное – остается в силе на ближайшие пять лет. Но и здесь появились некоторые послабления, что опять же сыграет на руку России как экспортеру. Россия определенно остается в плюсе. С точки зрения политической составляющей, мне кажется, что это даст новый импульс отношениям России и Ирана. В том числе в плане военно-технического сотрудничества. Вроде бы там на пять лет оставили оружейное эмбарго, но пять лет пройдет достаточно быстро. Но мировая реакция на такое завершение ядерных переговоров местами осторожная. Президент Франции считает соглашение прорывом, но предлагает внимательно следить за финансовыми потоками, которые сейчас хлынут в Иран. Теперь, когда у Ирана будут более существенные возможности в финансовом плане, ввиду снятия санкций, мы должны крайне внимательно следить за тем, чем может стать эта страна. Иран может поддерживать определенные вооруженные группировки, которые могут дестабилизировать другие страны, и это недопустимо. А Израиль, один из главных противников ядерной программы Тегерана в регионе, и вовсе обрушился на переговорщиков с критикой, назвав выстраданный документ ошибкой исторического масштаба, из-за которой иранцам теперь открыт прямой путь к ядерному оружию. Но несмотря на столь резкую позицию Тель-Авива, военный сценарий на Ближнем Востоке все-таки теперь исключен. Я не думаю, что Израиль решится на такого рода операцию в отсутствии поддержки Соединенных Штатов. Я не думаю, что у Израиля есть технические возможности для проведения такой операции. А сами Соединенные Штаты, подписав такое соглашение, четко заявят, что военный сценарий невозможен. Значит, предотвращение военного сценария по отношению к Ирану – это уже очень важный момент. Десятилетний дипломатический марафон завершен, но не только Иран подошел к финишу с большими потерями. Восстановление теперь требуется и госсекретарю США Джону Керри, который во время финального раунда сломал ногу, катаясь на велосипеде. И австрийскому бюджету засидевшаяся в гостях американская делегация обошлась организаторам встречи в 1 миллион евро. Виталий Чищехин и Дмитрий Мельянов, 5 канал. Россия приветствует найденное решение по иранскому ядерному вопросу и будет делать все возможное, чтобы венские договоренности удалось поэтапно реализовать. Такое заявление сегодня сделал Владимир Путин. Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Президент выразил признательность всем участникам долгих и сложных переговоров. Международный контроль за иранскими атомными разработками, подчеркнул российский лидер, позволит постепенно снять с Тегерана санкции, к чему Россия давно и настойчиво призывала своих западных партнеров. Российская переговорная команда и специалисты-ядерщики внесли немалый экспертный вклад в подготовку всеобъемлющей договоренности, что позволило свести разные, часто диаметрально противоположные позиции к общему знаменателю. Вопреки попыткам обосновать силовые сценарии, участники переговоров сделали твердый выбор в пользу стабильности и сотрудничества, который будет закреплен резолюцией Совета безопасности ООН. Уверены, что мир сегодня вздохнул с большим облегчением. Как добавил Владимир Путин, решение ядерного вопроса позволит развивать и двусторонние связи между Ираном и Россией на диалоге стран. Больше не будут сказываться внешние факторы. Во Владимирской области спортовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Этот лагерь пришел на смену образовательным встречам на Селигере и разместился в не менее живописном месте у реки Клязьма. Сегодня участников первой смены, посвященной развитию IT-технологий, приветствовал Владимир Путин. Говорили о киберугрозах, защите персональных данных и импортозамещениях в сфере компьютерных разработок. Елена Маркуна, тебя о новых идеях. У вертолетной площадки главу государства встречали как долгожданного гостя. И по дороге в лагерь представитель российской молодежи Ксения Разуваева успела рассказать президенту о том, как и чем живут здесь, в живописном уголке России, участники форума. Студенты, аспиранты, молодые преподаватели, ведущие государственных вузов. Мы максимально постарались создать такие условия, чтобы они не отвлекались от образовательного процесса, не думали, как им там успеть сходить в душ или еще что-то, а чтобы могли погрузиться здесь действительно в работу. В этом году под Клязьмой, вблизи деревни Дворики, молодежный форум объединит около 6 тысяч участников. Это смена первооткрывателей. Все они уже перспективные и талантливые. IT-специалисты. Антонов Лев, Владимирский государственный университет. Кульминации всей жизни. Около 700 человек в зале, среди них 75 кандидатов наук. Это умная и внимательная аудитория. Молодые ученые встретили президента бурными овациями. В свою очередь Владимир Путин пожелал ребятам не только хорошей погоды, но и успешной работы. Очень полезно будет вам и друг с другом поговорить, посмотреть на достижения друг друга. Ну что греха-то эти обзавеститься с хорошими полезными связями. Перспективы посмотреть свои на будущее. Ну и сформулировать какие-то задачи перед нами. Проблемные вопросы поставить. С тем, чтобы и вы, и мы, и правительство, имею ввиду все, руководство регионов, как единая команда работали бы над решением главной задачи. Развитием страны, как инновационной современной державы. Идеи, предложения, вопросы на самые разные темы. Но, конечно, больше всего было разговоров о российской информационной безопасности и независимости. Причем довольно откровенных разговоров. Одна страна, будем ее так называть, может в определенный момент выключить рычажок, и мы останемся без очень важной инфраструктуры, от которой очень многое зависит. Разумеется, вы правы. Конечно, вот это так называемое железо, оно в значительной степени производится за рубежом. Должны будем делать и это. То есть мы не должны будем делать, мы и делаем, и это. Конечно, потребуется время. Вопрос, сколько времени? Никто, наверное, здесь сидящих ответить не может. И я тоже не могу. Но то, что мы будем делать, это совершенно очевидно. Еще один щекотливый вопрос о защите персональных данных в интернете. Школьный учитель переживает о подрастающем поколении. Не смогут ли злоумышленники посредством, например, социальных сетей, зомбировать или завербовать подростков? Мне представляется, что для того, чтобы защитить наших людей, особенно молодых людей, от неблагоприятного или даже враждебного, что вполне возможно, влияния, нужно не запрещать что-либо читать, смотреть или слушать, а нужно самим активно продвигать нашу позицию. С тем, чтобы люди наши были подготовлены к получению любой информации и могли жестко, своевременно, красиво и талантливо ответить. А социальные сети действительно берут свое. А разработчик нового интернет-продукта, обсуждая перспективы сбыта своей так называемой бесконечной флешки, буквально запутался в контактах. Вы же с министром ВКонтакте, да? Нет, 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 с министром связи. А, ну, в смысле ВКонтакте, он сказал написать вам ВКонтакте, мне сказал. Был у нас в гостях. Он приходил сюда просто, мы здесь с ним общались. Ну, понятно, я имел не все эти контакты, а вы с ним в прямом ВКонтакте. Ну, прямого нет, только через ВКонтакте, но я его еще не... Пойми его, что он говорит, не понял. Нет, я имею ввиду то, что я его в друзья еще не добавил, а здесь у меня... а телефона у меня его нет. Формат свободного общения, вероятно, один из самых любимых у президента. А еще экскурсии. На этот раз речь шла об информационной безопасности. А снова я заканчивал сейчас банки, не только российские, но и международные. Мы работаем еще в Австралии, в Европе, в Латинской Америке, в Нижнем Востоке. Новые инновационные системы, которые на шаг впереди кибервзломщика. Одна из них, например, спасает живые деньги, вычисляя преступников еще на этапе подготовки. Фактически это система киберразведка, которая позволяет сказать, что делает киберпреступник. Фактически это как киберразведка. То есть вы сейчас их выявили, прямо сейчас? Да, и это идет расследование уже совместно с правоохранительными органами России на этой теме. Следующий стенд – новые роботы для машиностроения. Опытный экземпляр, мини-погрузчик, варан. Гордость конструкторов уже в деле. Хотел бы поблагодарить вас за внимание, которое вы оказываете машиностроению и нашему предприятию в частности. И, выражаясь молодежным языком, у нас в области началась движуха. Все участники форума не старше 30 лет. И очень много информации Владимир Путин получил буквально в движении от одной площадки форума к другой. Обязательная программа мы делаем совместно с партнерами, которые понимают эту аудиторию, знают, что интересно. У нас здесь руководители крупнейших российских компаний. Следующая смена – еще одна неделя работы и отдыха. Молодых депутатов и политических лидеров молодежных движений. В целом же территория смыслов на Клязьме просуществует полтора месяца. И у каждого участника каждой смены есть уникальный шанс заявить о себе. Тем более, что многие уже сделали первые, самые важные шаги в профессии. Елена Аркутенко, Виктория Григорьева, Эдуард Троцебуржинский, Пятый канал. Киев продолжает упорно игнорировать СМИТские соглашения, не только не прекращая обстрелы населенных пунктов Донбасса, но и принимая законы вопреки договоренности. Так сегодня Верховная Рада определилась с правилами проведения местных выборов 25 октября. Интересы Донбасса так и не были учтены. Вадим Хуланхов о том, чего на самом деле хотят украинские власти. Минские договоренности все сильнее игнорируются Киевом. Там последовательно отказываются от выполнения одного за другим пунктов документа, призванного принести мир на юг Украины. А политические игрыщи в Раде окончательно уничтожают саму идею мирного урегулирования конфликта. Ведь депутаты не готовы к тому, что выборы в Донецке и Луганске смогут состояться. Выборы будут проведены во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку якобы эти области оккупированы вооруженными силами Российской Федерации, что не соответствует действительности. Это вызывает вопросы на тему желания, дальнейшего желания страны Украины вообще проводить Минские соглашения в жизни. Минские договоренности для Киева это вообще некая игра, позволяющая делать вид, что все в порядке. При этом вовсе не обязательные к исполнению. Киев вообще не любит выполнять свои обязательства. Ничего хорошего для Киева такое игнорирование мнений Луганской и Донецкой народных республик не принесет. Скорее наоборот, это отодвинет решение вопроса о возможности реинтеграции Донбасса с Украиной в какой-либо ближайшей перспективе. Судя по всему, в первую очередь, по решениям Рады и Порошенко, выборы по-украински это когда нужно максимально нарушить все, что можно нарушить. Но при этом отчитаться перед западными спонсорами, что все идет по плану. Украина будет благодарна вам, если вы действительно проголосуете за этот закон, потому что Украина ждет этот закон. И я думаю, что сейчас идет кардинальная смена, смена возможностей. Депутаты в Раде вместо решения настоящих проблем и реальных шагов к миру продолжают жить в своей параллельной реальности. Словно уже и не знают, как бы уютнее им устроиться у власти. И каждый переживает за собственное кресло с кнопкой. Вместо конституционной реформы, которая должна была состояться согласно пункту 11 Минских соглашений, и вместо закрепления за Донбассом особого статуса, мы видим профанацию. Пока Рада пытается показать миру очередное мертворожденное дитя, украинские войска продолжают истреблять мирных жителей. Депутатам, в общем, все равно. Главное – показать деятельность. Наиболее интенсивный артиллерийский минометный огонь велся по району аэропорта города Донецка, населенный пункт Спартак, со стороны опытной Авдеевки. Ответственность за ежедневные обстрелы этих населенных пунктов лежит на командующих войсками оперативного командования «Север» генерал-лейтенанты Колесник. Командиры и военнослужащие вооруженных сил Украины, выполняя бесчеловечные приказы верхушки хунты, являются военными преступниками.